Всем доброго времени суток! Сегодня у меня на обзор вот такое прекрасное растение. Это декабрист, цветущий кактус, хотя и вместо колючек у него плоские листья. Называется он так из-за своей способности радовать яркими цветами зимой, преимущественно в декабре. Декабрист или рождественник или шлюмбергера. Это все названия зигу кактуса, который был к нам завезен из тропических лесов. Теперь он может нас радовать с вами своим цветением в обычных горшочках на наших подоконниках. От своих сородичей он отличается отсутствием колючек, как я уже сказала, также любовью к высокой влажности и непереносимостью солнца. Поэтому южные подоконники, как другим кактусам и суккулентам, ему не подойдут. Декабрист имеет основное достоинство. Это цветение в зимний период. При правильном уходе он будет радовать владельца большим числом ярких цветов. Также к преимуществам комнатного растения можно отнести достаточно несложные условия содержания и размножения в домашних условиях. Недостаток, самый главный недостаток у декабриста, это подверженность грибковым заболеваниям, которые способны за короткое время погубить вот такое прекрасное растение. Декабрист начинает цвести обычно в конце ноября, в начале декабря и радует своим видом несколько месяцев. В это время появляются и распускаются бутоны. Но я вам скажу, друзья, что декабрист в моем случае цвел по нескольку раз в год. Был такой случай, что когда он зацвел в июне, то есть летом. Нужно обратить свое внимание на такой фактор, что не рекомендуется при цветении менять место расположения декабриста и даже разворачивать его. Это может нарушить процесс, и растение скинет нераскрывшиеся бутоны. Вот именно поэтому я снимаю свое видео сейчас для вас таким образом. Не кручу, не верчу кашпо. Тоже думала, как многие, смотрела я видео, есть люди, которые тешатся вот над этим, да, якобы это все байки, сказки, суеверия. Тоже я была таким скептиком. Докрутилась, что из моего шикарного просто куста, я не знаю, сказочной красоты, и огромный куст, если найду фотографию, я прикреплю вам, покажу, какой он был, что превратилось. Тоже таскала, тоже фотографировала, снимала, переставляла, все, загубила, друзья. Покажу вам, конечно же, сейчас его, какой он есть. У меня тоже вставлю вам попозже, сниму видео. Мы с вами перейдем в другую комнату, я вам покажу этот маленький огрызочек, что от него осталось, от того красивого куста, который я прикреплю вам, фотографию. Поэтому, знаете, смех смехом, но декабрист крутить и носить нельзя. Вот я его вот так поставила, и пусть он стоит у меня. Не буду я рисковать такой красотой из-за какого-то кручения, верчения. И вам не советую, друзья. Но также я хочу сказать вам насчет освещения, что декабристу, как я уже сказала, противопоказаны прямые солнечные лучи. Но это совершенно не значит, что его нужно оставлять в темноте. Для полноценного развития подойдет рассеянное освещение. Лучше всего размещать горшок на северной или восточной стороне. Летом, если хотите, то можете поставить растение на балкон, лоджию. Или вообще на дачу увезти, если у вас она есть. Ну и там стоит обеспечить декабристу тень. Имейте в виду. А мой декабрист, что один, так же и второй, стоит на восточном окне. Также он у меня раньше стоял на северном окне. И тоже, как вы понимаете, чувствовал себя прекрасно. В подсветке не нуждается это растение. Почва для декабриста должна быть рыхлой и хорошо пропускать воду и воздух. Я хочу вам сказать также, что желательно для него использовать такой грунт для комнатных растений и крупнозернистый песок в равных пропорциях, а также торф. В качестве полезной подкормки в горшок добавляют древесный уголь. На дно обязательно нужно положить слой дренажа. Я об этом говорю, можно сказать, в каждом своем видео. 1-2 сантиметра обязательно дренажный слой. Благодаря своему тропическому происхождению декабрист любит повышенную влажность. Из-за этого горшок с растением иногда ставят на кухню или в ванную. У меня вот он стоит на кухне и, как я вам сказала, он и будет здесь стоять. А в ванную я не знаю, друзья. У меня ни разу он там не стоял. А в ванную я бы лично предложила такие растения, как папоротники, нефролепис, асплиниум и спацифилумы. Вот эти вот А3, это 100% им там понравится. Насчет декабриста, знаете, можно, можно. Это говорят, это и в магазине мне говорили. Я всегда, когда покупаю свои растения, если есть продавец-консультант, я всегда с ним об этом разговариваю. Куда, чего, сколько влажности, температура, свет, пересадка. Все мы эти факторы с ним обсуждаем. Но лично я сама в ванной у себя декабрист еще не держала. Но если у вас влажность воздуха в помещении будет понижена, то я также хочу вам сказать, что соблюдать водный баланс вам поможет увлажнитель воздуха, установленный неподалеку. Компенсировать недостаток влаги можно и регулярным опрыскиванием декабриста. Он вам скажет только спасибо и будет благодарен за это. Ну, конечно, поговорим о температуре содержания. В отличие от других кактусов, Шлюнбергера не любит жару. Комфортная температура для полноценного развития от 15 до 25 градусов. Перед периодом цветения рекомендуется ее еще и снизить до 13-15 градусов. Но и допускать переохлаждение цветка не стоит. От длительных низких температур он может погибнуть. Поэтому будьте осторожны. Мой декабрист, самую низкую температуру, которую он выносил, я вам сейчас скажу, друзья, это было 9-11 градусов. Он стоял в зимнем саду. И это благотворно на него сказалось, на выброс бутонов. Если ваш декабрист, например, не хочет свисти, просто сделайте ему вот такой штресс легкий. И с комнатной температуры переместите его хотя бы на пару дней, ночей, куда-нибудь на веранду, в кладовку, в гараж. Вот где у вас температура будет 12-16 градусов. Это будет для него прекрасно. Ну и как вы понимаете, что декабрист не очень сложен в уходе. Главное для его развития и регулярного цветения соблюдать определенные рекомендации. То есть, оградить от прямого воздействия ультрафиолета, как я сказала, солнечные лучи недопустимы, соблюдать температурный режим, обеспечить высокую влажность воздуха. Обычно декабрист проходит период активного роста и развития вегетации с начала весны до сентября. В октябре растение начинает подготовку к цветению. В это время лучше выбрать самое удобное место для горшка, откуда его нельзя будет передвигать, а также можно обеспечить темноту в течение минимум 10 часов в сутки. С ноября по январь декабрист может цвести. В конце зимы он завершает этот процесс и готовится к следующему периоду вегетации. Поэтому вот на эти очень важные, важные факты, друзья, нужно обратить свое внимание. А сейчас я хочу вам показать свой тот декабрист, который у меня сейчас на полочке, которому уже почти 20 лет, и что от него осталось. Я вам рассказывала. Ну, а вот и он, собственно, персоны. Да, не такой красивый, не такой цветущий. Все по моей вине. А год-два назад, ну, может, три, было все намного лучше. И с каждым годом вот такая вот, видите, дал бутон. Но вот это, это еще хорошо, друзья, как он сейчас выглядит. Вот еще бутоны будут. Это еще хорошо. А год назад он выглядел вообще печально. Печально-печально. Как говорится, я дотаскалась. Ну все, вернемся с вами вот на такую прекрасную картинку. И не делайте моих ошибок. Не крутите, не вертите, не слушайте тех, кто вам будет говорить, что это все ерунда, басни, сказки, бабушкины присказки. Я тоже так думала. И чем это закончилось? Смотрите, какие красивые цветы. Когда они все распустятся, я надеюсь, я не буду его трогать. И я вам потом, конечно же, все вот это обильное, полное цветение постараюсь показать. Спасибо всем огромное за просмотр. Заводите в своих домах такой прекрасный цветок, как декабрист, рождественник, шлюмбергера. А он вас будет радовать всю зиму. И он не колючий, не ядовитый, не опасный. Ни для животных, ни для детей. Короче говоря, чудо-цветочек. Всем удачи и пока!